Реально анализу нормальному, когда качество подавалось энергии, всего 4 точки соответствуют. Ну и для простоты, чтобы лишними точками не нагружать график, я просто их выписал. Значит, у нас есть средняя температура за определенные месяцы, которые мы анализируем, которые, когда нормально подавалась тепловая энергия, скажем так, нормально принималась к коммерческому учету. Количество суток за конкретные месяцы были, которые отопитаны. И вот выпитная величина, которую мы наносим на график. Это среднесуточная в месяц потребление тепловой энергии на конкретном объекте. Ну и заодно здесь еще за каждый месяц считаются градусы сутки. Идем дальше. Что получается? В принципе, вы можете построить все точки. Все точки. И как они лягут, будут говорить о том, насколько качественно ведется коммерческий учет по отношению к реальному потреблению тепловой энергии. Вот мы видим, что эти 4 точки нам четко образуют ту прямую линию, о которой мы говорили в начале, на первом слайде. Помните, когда я говорил о 36-м постановлении? И тут как раз мы применяем уже полученные нами знания, выведенную формулу записи прямой по двум точкам. Мы выбираем, так сказать, ну так и здесь очень хорошее совпадение. Мы даже можем не брать какие-то произвольные точки, чтобы приблизительно там усоединенно проводить эту прямую, и по любым производным точкам записывать их в ту формулу и получать аналитическую формулу подачи тепловой энергии. Мы просто для простоты возьмем данные вот этой точки и данные вот этой точки. Идем дальше. Вот вам показана вот эта вот формула, которую мы вывели. И вот конкретно точки из нашей таблицы, которую мы взяли для аналитической записи подачи тепловой энергии, для того, чтобы мы могли прогнозировать правильную подачу тепловой энергии в любой месяц в нашем доме. Соответственно, вот эта формула уже для конкретного нашего дома подставлена вместо, вот как написано, видите, значит, Т1 средний минус 11,7, посчитанная величина Q1, поставленная сюда, соответственно, Т2,64 и Q2,409, соответственно, поставленная вот в эту формулу. Так как Эксель все автоматически считает, мы все теперь в любой точке, при любой средней температуре которые мы возьмем, мы можем посчитать, что же мы можем ожидать в данном месяце при такой средней температуре. Увеличьте, пожалуйста. Увеличьте, давайте туда. Ну, мы договорились, что презентацию я вам оставлю, только у меня просьба, значит, не выкладывайте их просто так где-то, даже если кто получит их себе, вы используете для своих таких самых, потому что они достаточно, ну, как бы сырые, я вам рассказываю, потому что если все, я уж, ну, как бы старался, все равно вывели все, да, ну, чтобы не было каких-то помаров дополнительно, сами используйте, но куда-то там дополнительно не выкладывайте. Вот, идем дальше. Вот, в итоге, мы получили таблицу для анализа. Смотрите, что интересное получается. Значит, здесь проанализированы все месяцы отопительного периода за 12 и за 13 год, и получаем результирующие показания. Из-за того, что нас, начиная с октября месяца 12 года, этот дом перевели на норматив, получилось следующее. В 12 году ему интегрально выставили 2328 гигакалорий, а по нашим прогнозам, если бы правильно подавалась тепловая энергия, нужно было всего за 12 год 1834, а выставлено 2326. За 13 год выставлено, там уже пошел сплошной норматив, выставлено 3211, почти 3212 гигакалорий, а надо было, так как год-то мы выяснили, что был теплый и теплее, чем 12 тысяч, ну и по градусу в сутки. Всего 1704. В итоге, этот конкретный дом, при переводе на норматив, должен заплатить в целом, ну сейчас он будет выставляться, им же выставляются сейчас, вот по этим показаниям, то есть в целом, в целом, он должен заплатить 3 миллиона за непотребленную тепловую энергию. Причем, причем, сделано все, так как у нас написано, понимаете, в нормативных акциях. То есть, изменить, изменить, вот что-то, предъявить претензию практически нельзя. Прибора учета нет? Какие причины? У нас же не анализируются причины, по которым, так сказать, прибора учета нет. Значит, выставляется норматив. Вот цена вопроса, цена вопроса проведенного анализа, который вы можете, я мониторю свой дом, начиная с 2007 года. Значит, за 7 домов, за 7 домов, когда у нас, помните, выставлялся норматив, а уже были установлены приборы учета. Вот за 3 года на 7 домов удалось вернуть 10 миллионов. На 7 домов. Ну, сложный был процесс, но методом доказывания, так сказать, методом обращения, методом расчетов, вот как вот сейчас, вот я вам доказываю, так сказать, вот и так дальше было. Нет, маяк вернул, маяк вернул. Но вопрос решался, скажем так, не в судебном порядке, а в административном. То есть методом обращения, доказывания, там и все такое. Вы правы, значит, ответы были такие. В обязанности управляющей компании входит по 37, если вы помните, проведение корректировки. Да, корректировки. И на самом деле, да, никакие органы власти дополнительно не должны, так сказать, это требования закона, подзаконного акта. И никаких дополнительных обращений только по проведению корректировки не требуется. Но все, на самом деле, знаете, да, ждали пока, как и здесь департамент, даже как АИБ, здесь правительство, поступит команда о том, чтобы корректировку нас проводить. Вот. И, к сожалению, не во всех домах такая корректировка даже за те годы, за 9-10, за 8-9-10 даже прошла, понимаете? Вот. С чем я столкнулся сейчас по своему дому? Ну, значит, об этом я сейчас чуть-чуть не... Я вас не утомил? Нормально? Нет, нормально. Так, давайте тогда следующую презентацию. Отсюда мы уходим. Управляющей компании нет специалистов, так как это, назначены специалисты, конечно. Управляющей компании в принципе есть специалисты, которые должны это знать, но... Секунду. Это дальше вопрос идет... Сейчас, так, это вот моя почта, если кому надо написать. вы, 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 просто запрещение в сети. Да, там тоже будет. Ой, подрождите. А еще у вас хочется, покажите, пожалуйста. Не успели записать. лапмажор, собака, яндекс.ру, ж в виде точки и иный хвостик вниз, лгп, это моя аббревиатура. давайте следующую, давайте следующую, тогда... дорогие записать. Переходим к следующей презентации. Скажите, пожалуйста, обвинение предусмотрено для вопросов. Да, 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 я сейчас, я сейчас... Да, да, ну, я тогда, горячего утка не буду рассматривать сегодня, а там давление. Сейчас пошла следующая презентация, давайте... Дальше двигаемся вниз по одному слайду. Так. Ну, хорошо, давайте дальше вниз идем. Так, вот как раз цель, вот то, что я вам рассказываю, вот это вот главная цель, да, то есть, когда приборы учёта выводятся из эксплуатации по каким-то причинам, чтобы была возможность отследить адекватность выставления коммерческому учёту тех или иных величин, и потом уже требовать от законодателя или от исполнительной власти правильного учёта. Идем дальше. Вот тут важный слайд с моей точки зрения. ну смотрите, что получается. Всех волнует цена, которую мы платим за коммунальный ресурс. Она складывается из двух составляющих. Первое, количество потреблённого товара или ресурса, и, значит, стоимость складывается из количества и цены. В роли цены выступает тариф. Вот чем норматив отличается от тарифа? Вот такой вот вопрос. Значит, здесь показано, что в тарифе всегда присутствует денежный, денежный номинование, то есть стоимость показатель. То есть, рублей всегда будут вставить. Если же рублей в тарифе нет, то это будет норматив. И вот смотрите, показано здесь на примере 2011 года, как тарифы связаны с нормативом. Вот у нас был тариф 21-21 рублей на метр квадратный на месяц от обительной энергии. Цена за них калорий тариф 1325,7. Вот если мы два тарифа друг на друга делим, получаем наш норматив закрепление. Видите? 0,16 калорий на метр квадратный. То же самое по воде холодный и горячий. Вот, собственно говоря, здесь все вот это показано. Презентацию я оставлю по просьбе организатора. Дальше я делаю. Так. Вот то, что я говорил по тому, что реально происходит. Вот здесь конкретно анализируется мой дом. Смотрите, что получается. В Москве установлен норматив потребления 0,016 гигакалорий на метр квадратный за каждый месяц года. Он един для всех видов и категорий домов. Правильно ли это? Это не соответствует 306 постановлению. Там нужно устанавливать норматив для каждой категории. Для чего это делается? Для того, чтобы если прибор учета вышел из эксплуатации, чтобы у вас не было существенного превышения оплаты при переводе, так сказать, с приборного учета коммерческого на норматив. гигакалорий и вот тут показан конвертный дом, почти 15 тысяч квадратных метров в общей площади. По нормативу 0,016 он должен потребить 2872 гигакалории в год. По договору о теплооснабжении от той нагрузки, тепловая нагрузка, которая записана у нас на этот дом 15 тысяч квадратов, вы можете для примера записать, 1,01 гигакалорий в час. 1,01 гигакалорий в час на 15 тысяч квадратов. Это общая площадь нежилых и нежилых помещений. В плане собственников жилых и нежилых помещений. То есть здесь площади общего имущества здесь нет. Вот, получается 2407. А реально, реально, если так сказать, в моих все-таки есть люди нормальные, которые понимают, что они должны комфортную температуру обеспечивать в доме, так вот, если бы нам вот столько бы в бардонах внували, да, тепла, мы бы там на это уже в цеплят табака приврать. Мы реально потребляли, за 5 лет был анализ 1600-1900 гигакалорий. Вот, для оценки, так сказать, правильности установления и нормативных нагрузок, и реального употребления в домах. Вот, идем дальше. Интересно, у них счетчики стоят в доме? Вот, ну, здесь вот этот сайт, который теперь называется монитор, он немножко по-другому называется, вот в каком виде представляется, вы видите сразу вот эту среднюю, фактически температуру месяца по данным наблюдений, вот, минус 11,7, и вот этот температуру вы в свою таблицу сразу заносите, это вы все научитесь самостоятельно делать, вот, но этот сайт он дублирует, это фактически сделали автоматом, его немножко поименовали, теперь он называется погода и грязь,